Всем привет, вы на канале СуперКит. Несмотря на то, что 2022 год в конце декабря мы будем провожать как унылый и отстойный, собственно, как мы и делали каждый год с предыдущими годами в надежде, что следующий будет лучше, я решил это заранее скрасить, сделав год обновок. В том числе и по железу. И вот листая список процов на сокет 1155 для замены на своем втором компе, заодно увидел такой интересный вариант, у которого ТДП лишь 17 ватт. Рядом с ним подобный в 20 ватт, но все же 17 меньше. Подумал, что может опечатка и решил проверить на сайте интел. И таки да, такое действительно существует. Мне показалось это интересным и решил заказать. Зашел на сайт изготовителя системной платы, чтобы проверить совместимость, и стало еще интереснее, потому что там такой процессор отсутствует. Но все же решил проверить. А вдруг его просто не написали. По типу того, как в списке поддерживаемой ОЗУ, также не все пишут, что существует и поддерживается. Процессор приехал. Его цена была 33 доллара. А его собрата E3-1220L, того у которого ТДП 20 ватт, заметно ниже. Его цена чуть дороже 20 долларов. Состояние нормальное вполне настолько, насколько можно говорить про процессор, которому почти 10 лет. Сколов нет, сбитых компонентов также нет. Блистерный чехол полностью решает вопрос сохранности во время доставки. Главное, чего не хватает этому камню, это интегрированного видео. А так у него 2 ядра, 4 потока, базовая частота 2.3 ГГц, частота при турбо-буст 3.5 ГГц, 3 МБ кэш третьего уровня, имеет поддержку PCI-Express ревизии 3.0. 20 линий PCI-Express поддерживает частоту памяти до 1600 МГц. Для максимальной мобильности не прекращается погоня за энергопотреблением и тепловыделением для установки в разные мобильные устройства. Но чтобы обычный процессор, а не какой-то мутант, перепаянный из ноутбука на подложку для установки в разъем системной платы, такого я не видел. Зачем такое могло быть? Если учесть, что линейка Xeon в принципе позиционируется как серверная, то скорее всего для серверов для минимального обслуживания. Думается мне, для использования пассивного охлаждения. А как вы понимаете, вентилятор в компе это главный пылесос пыли, которая туда залетает с потоком воздуха. Если не будет потока, то будет минимизация пыли. Такие компы практически не нужно обслуживать, кроме случаев, когда будет брак или какая-то поломка. Начну с боксового охлаждения от проца i5-11500 из прошлого видео. Несмотря на низкий ТДП у данного Xeon, я иллюзии не питаю и понимаю, что такой тонюсенький радиатор слишком слаб, чтобы сам по себе без вентилятора смог отводить тепло, поэтому буду ставить все-таки с вентилятором. Ну что же, несмотря на то, что этого процессора не было в списке поддерживаемых моей системной платой, он без проблем распознан абсолютно корректно и четко показывая все характеристики. Минимальная частота, которую он может установить в простое, 1,2 ГГц. Собственно говоря, перед тем, как оценить, насколько он греется в стресс-тестах, можно посмотреть, сколько он чего выбивает в разных программах. Ведь такие вещи не каждый день в руках держу. В параметрах видно уже озвученные характеристики. ТДП 17 Вт. Также можно видеть перечень набора инструкций. В разных бенчмарках CPU-Z процессор набирает вот такие баллы. Синебенч тесты одним ядром и полностью всей мощью. Аида 64 и ее встроенные бенчмарки. Тест чтения из памяти 22 ГБ в секунду. Запись 23,5 ГБ в секунду. CPU Queen при захвате экрана через ОБС выбивает 22249 баллов. А без захвата практически столько же, 22300 баллов. Также, кому интересно, и остальные тесты в АИДе. Поехали. Музыка. Поехали. Поехали. Знаменитый ролик Коста-Рика в YouTube в случае режима 1080p в 60 кадров в секунду идет на грани полной загрузки проца. Если не шевелить лишний раз мышкой, то картинка нормальная. В данном случае загрузки проца немного также добавляет и захват экрана, но захват сам по себе требует относительно небольшого ресурса, поэтому им можно пренебречь. Однако если изменить разрешение хотя бы на 1440p, то картинка меняется одним кадром в несколько секунд, а сам CPU полностью уходит в 100%. Естественно, понятно, что в 4К процессору легче не станет. Более того, я даже с трудом могу из 1440p сделать 4К, потому что все жестко висит. В общем, это было предсказуемо. Перед тем, как перейду к стресс-тесту, еще бенчмарк кэша процессора и оперативной памяти. Во время стресс-теста температура проца не достигает и 40 градусов, хотя под крышкой на самих ядрах иногда прыгает до 54-55 градусов. Наверняка для еще более качественной теплопередачи неплохо было бы заменить термопасту внутри проца, но согласитесь, и это неплохой результат, как для боксовой системы охлаждения. А по мере разгона вентилятора вообще температура упала до 36 градусов. Кстати, все это при том, что в комнате у меня плюс 25. И тут нельзя не заметить, что количество этих самых оборотов у боксового вентилятора целых 3000, хотя то, что я видел до этого у боксовых вертушек обычно было 2000 оборотов в минуту. Также, кроме такого большого количества оборотов вентилятора, у данной системы охлаждения, несмотря на маленькую толщину, есть и медный сердечник. Например, в комплект к целерону, который у меня здесь стоял при покупке, кидали просто сплошной алюминий с вентилятором до 2000 оборотов. Так что боксовые системы охлаждения бывают очень даже разные. Мне вот было бы интересно приобрести такую штуку, но я не могу отдельно нигде найти. То, что я показываю на алике, здесь продавец в Украину не отправляет. Да и будем откровенны, цена завышена. За такую цену мне точно не нужно. А никаких других предложений по такому аппарату я не смог найти больше ничего. Да, необычно высокий радиатор. Да, такую штуку можно было бы с таким процессором оставить вообще один на один без вентилятора. Но не за такие деньги. Ведь за подобные суммы можно выбрать из большого количества систем башенного типа. Особенно, если не пренебрегать рынком БУ. Что я и сделал, порывшись в объявлениях. Практически даром продавали известную мне систему охлаждения, лишь немного отличаясь конструктивно от моего Zalman, а в названии это выражается добавлением плюса. Я купил его за 450 гривен. По-моему, очень удачная покупка. Возможно, фактором такой цены было отсутствие одного из элементов крепления на платформу AMD, но продавец это уточнил в объявлении, а мне на AMD ставить его и не придется. Кстати, тут даже термопаста осталась комплектная. А это весьма неплохая термопаста, скажу я вам. Знаю, так как когда-то у меня она пробыла 5,5 лет на моем FX4100, и я не заметил за это время роста температур. И когда менял процессор и снимал радиатор, то паста была на вид в таком же свежем состоянии, как будто ее в этот же день и нанесли. И если в первом случае боксовое охлаждение ставил исключительно с вентилятором, так как был уверен, что только радиатор не вывезет даже этот 17-ваттный по ТДП процессор, то в данном случае я принципиально буду использовать только радиатор без вентилятора. Что и видно в АИДе в отсутствии отображения количества оборотов в минуту. Ведь главный плюс этого маломощного процессора как раз в том, чтобы понять, можно ли его использовать в абсолютно тихой сборке без вентилятора. Так как уже полученные результаты тестов в начале видео точно не изменятся в зависимости от наличия вентилятора, то сразу перехожу к максимальной загрузке. И сколько я не грел, температура так и не дошла даже до 40 градусов. Может если еще минут 20 подержать, то 40 градусов и достигло бы, но тут у меня есть контраргумент. Вот. Радиатор стоял просто под собственным весом. И если бы я его плотно прижал, зафиксировав системой крепления, то просто уверен, что планка в 40 градусов так и осталась бы недостижимой. И согласитесь, несмотря на то, что ядра грелись до 52 градусов, это хороший результат. А если, как и уже говорил, скальпировать данный проц и сменить термосоединение между кристаллом и теплораспределительной крышкой, то хуже бы точно не стало. С одной стороны, данный центральный процессор вроде бы как выполняет свою роль. Он может работать с пассивным охлаждением. Но с другой стороны, есть у него и минусы. И главная цель видео была не агитация на покупку данного процессора, а то, что оказывается даже 10 лет назад для десктопных вариантов, также существовал сравнительно холодный вариант. Что такие идеи у производителей Intel были уже тогда. Главным минусом является отсутствие интегрированного видео, ведь для медиакомпьютера, куда бы прежде всего мог сгодиться данный экземпляр, было бы слишком нелогично ставить видеокарту. Во-первых, это дополнительные растраты. Даже если это просто затычка. А во-вторых, это шум от вентилятора видеокарты. Разве что, конечно, видеокарта также не будет с пассивным охлаждением. И если уже говорить про какие-то рекомендации, то лучше тогда купить тот же i5-3475S, который и стоял у меня в этом компе. У него 4 ядра, а не лишь 2, как у этого. И в конце концов, под таким мощным радиатором, как от Zalman Performa 10, он показывал такие же результаты по температурам. В чем я и убедился еще 2,5 года назад в видео, которое сейчас появилось в качестве подсказки. А вообще, нужно смотреть и на соотношение цены и возможностей. Например, тот же Xeon 1260L, на базе которого у меня еще не так давно был основной комп, стоит соизмеримых денег. А если поискать, то и дешевле, чем Xeon 1220L V2. Но при этом имеет TDP не намного больше, лишь 45 Вт, но имеет 4 ядра, 8 потоков и то самое интегрированное видео, которое позволит сэкономить на видеокарте и на занимаемом месте внутри системного блока. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok